Более полутысячи ярославских студентов-медиков стали волонтерами и помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией. В регионе сегодня подвели промежуточные итоги акции «Мы вместе». Студенты и ординаторы Ярославского медицинского университета работают медсестрами, медбратьями и врачами в больницах, поликлиниках и лабораториях не только нашей области, но и по всей России. В самом вузе тоже идет активная работа. Преподаватели Ярославского университета консультируют врачей, работающих в так называемых «красных зонах», где лечат коронавирусных больных. А еще оказывают консультативную и психологическую помощь. Мы создали консультативный центр, который в режиме или онлайн, или оффлайн проводятся консультации, проводятся врачебные консилиумы. Причем мы можем приглашать, подсоединять в зависимости от того конкретного больного специалистов разных профилей, и не только в Ярославле. На регулярной основе в консультативной деятельности принимают участие 40-42 преподавателя из 9 кафедр, 12 человек. Они консультируют и не только дистанционно, но и очно, непосредственно в «красных зонах» ковид-стационаров. Для студентов-медиков это возможность себя проверить как врача, как будущего врача. Те знания, умения, навыки, которые ребята приобретают за время работы, будут неоценимым их врачебным опытом в последующей их деятельности. Даже в самой маленькой и отдаленной деревне должна обязательно быть медицинская помощь. В новых поправках в Конституцию есть предложение по координации вопросов здравоохранения и обязательной ответственности властей за их соблюдение. Указан вектор развития системы здравоохранения, а местные власти будут обязаны следить за его исполнением. К сожалению, у нас в стране не на высоком уровне исполнительская дисциплина. Потому что приказы есть и по министерству здравоохранения относительно доступности и качества оказания медицинской помощи. Но, к сожалению, многие клерки этого не выполняют. А теперь это будет записано в Конституции. То есть это основной закон. И нарушение закона будет касаться всех уровней исполнительной власти.